У нас опять наклёвывается какая-то непонятная война. Вот тогда в 90-е, я имею в виду Приднестровье, вот тогда в 90-е Молдове, надо было Приднестровье не бомбить, а штукатурить. Потому что вообще люди должны делать то, что они умеют делать очень хорошо. И вот оштукатуренные... Слушайте, золотые слова. Вообще во всех случаях лучше не бомбить, а штукатурить. Да, вообще... Штукатурить плитку, дарить петушков на белочке. Да, да. А штукатуренные бунтари Приднестровья, они бы, во-первых, изумительно хрустели бы на движении и покрывались бы трещинами. Ваш покорный слога, вероятно, тоже. И проблемы бы сейчас не было. Потому что вот здесь у Кремля в истории с Приднестровьем всё как-то усугубляется такая весьма скользкая позиция Дауна. Если какой-то депутат Государственной Думы России про президента Молдовы просто он ей заявил в прямом эфире «Сиди тёткой, не кукарекой», то официально Даунскую позицию поручили озвучить. Опять-таки, вытолкали вперёд Машу Захарову и Лаврова. Маша звонким пионерским голосом завела привычную песню «Мы гаранты мира, мы защитники, мы незаменимы, мы никуда не уйдём». Кишинёв устами нового президента корректно повторил свою просьбу. Молдова просит убрать со своей территории русских солдат нафиг, да? И просит забрать склады с опасным вооружением советского времени. Вот делов-то всех на самом деле. И вот как эта ситуация выглядит со стороны. Вот представь себе, дама в маршрутке настойчиво просит незнакомого амбала убрать руку из её трусов, да? А амбал, шевеля там волосатыми пальцами, объясняет, что он просто таким образом защищает её честь от подозрительных других пассажиров, что, посмотрите, девушка, сколько злодеев вокруг, ведь неизвестно, что от этих извращенцев ждать. И руку не убирает. И причём амбал всё это говорит голосом Маши Захаровой, что создаёт ощущение окончательно как бы международной галлюцинации абсолютного бреда, да? Когнитивного диссонанса. Да, мы знаем, кто был автором-исполнителем Приднестровской войны. Это Россия, да? Ибо хвалятся тем, что Россия там уже много лет не стреляет, так, собственно говоря, а что ей стрелять? Ей удалось создать этот жуткий совковый заповедник депрессии и никчёмности. И плюс Кремль не хочет этой конкретно войны, потому что такого рода война может совершить ужасное деяние. Она такого рода войны, они формируют яркие армейские личности, делает таких мощных лидеров, которые имеют отчётливый авторитет в войсках. Вот возникают персонажи, о ноги которых мурлыкая трутся танки, да? На свист призывный, которых сломя голову бегут дивизии. А потом с этими армейскими авторитетами надо как-то решать вопрос, да? Да, мы знавали генералов в разных ситуациях. Да, за последнее время, смотри, было три таких командира. Рохлин Лев Яковлевич, Александр Иванович Лебедь, ну и в известной степени Буданов. И по удивительному стечению обстоятельств все трое покойники, да? Да, герой Приднестровской войны, имя которого действовало на людей в фуражках гипнотической, Александр Иванович Лебедь, но он по неосторожности запутался в высоковольтных проводах, да? Все пожали плечами, решив, что вполне себе такая типичная лебединная смерть. А стране предъявили орнитологическую статистику, согласно которой крупные пернаты действительно часто гибнут таким образом. И все согласились, закивали, точно так. А вот герой Чеченской войны Лев Яковлевич Рохлин, он не закрыл форточку. И, естественно, во сне дома, в своей постели, спящий получил в голову пару откуда-то прилетевших пуль. И произошло это, правда, в июне, в Нарофоминском районе, а там в это время наблюдается миграция пуль. Они куда-то косяками все улетают на север, вероятно, отбившаяся от стаи парочка влетела в форточку Льва Яковлевича. Генералу просто самому надо было быть осторожнее. Смерть Рохлина долго приписывали, вешали на его супругу Тамару Павловну. Но потом было все-таки решено, что вот сезонный перелет пули – это более правдоподобная версия, чем беспричинная стрельба Тамары в голову спящему льву. Мне выпала честь дружить с Львом Яковлевичем и, кстати, с Александром Ивановичем тоже. Я был свидетелем отношений Льва и Тамары и могу сказать, что выстрелов в голову мужу эти отношения не предполагали. Это, конечно, в общем, редкость для брака с 30-летним стажем, но, в общем, и такое, как выясняется, бывает. Ну, а полковник Дуданов, он погиб в Москве, просто в очереди к нотариусу. Ну, тут здесь совсем без вопросов, потому что известно, что эти очереди – это одно из самых опасных мест на планете, и в его смерти нет ничего удивительного. Я вас про Приднестровье хотела спросить. Вот как вы понимаете, если выполнится просьба Майи Санду о выводе войск, там что, должен начать тлеющий конфликт тут же разворачиваться? Там начнется пальба? Что там будет? Ни в коем случае, потому что президент Молдовы хочет окончательно интегрироваться с Европой. Для этого нужна безупречная репутация, для этого нужно отсутствие каких бы то ни было войн, конфликтов, кровища и огня. Поэтому они будут снова интегрировать в себя Приднестровье на совершенно цивилизованных основах с предельной мягкостью, и Приднестровье абсолютно готово отдаться. Вы так полагаете? Я просто знал, ну слушай, я же воевал за Приднестровье, у меня же масса орденов за это, за то безобразие, которое я там устраивал когда-то. Ну вот смотри, да, мы говорили про армейские авторитеты, и обрати внимание, что за пять лет бессмысленной сирийской войны, за шесть лет подлой украинской войны, не образовалось никаких новых генеральских ярких имен. Но у этого есть очень простое объяснение, потому что в Сирии и в Украине ведутся такие вороватые, загадочные, я бы сказал, войны, никому не нужные, бесславные. А вот генеральское имя для славы, для роста, для стремительного роста нуждается в удобрении славы. Вот тогда и Рохлин и Лебедь были здорово удобрены всем этим. А вот Приднестровская война, которая легко выходит из-под контроля особистов, она, конечно, может породить нового Лебедя, а там нужно снова затевать бодягу с протяжкой новых проводов, с электриками в стране плохо.